Обострение в зоне АТОМ. Боевики не менее 18 раз обстреляли позиции военных. Противник активно использует тяжелое вооружение и артиллерию. С начала суток минимум 8 украинских бойцов получили ранения различной степени. Сегодня наша группа побывала на Светлодарской дуге. Там постоянно идут бои. Детали в сюжете моего коллеги Руслана Смещука. Украинские позиции на Светлодарской дуге. Справа оккупированная Горловка, прямо и слева оккупированная Углегорск и дальше Дебальцево. Позиции вокруг просто усеяны воронками разного диаметра. От небольших – это реактивные гранаты, до огромных в полчеловеческого роста. Укрепления частенько накрывают из гаубиц. При этом огонь корректируют с воздуха. Крупная ствольная артиллерия 152 мм со стороны Углегорского основного работает. Я работаю. Сегодня работали беспилотники, вчера работают, вдоль нашей линии прилетают. Кроме того, противник систематически использует бронетехнику. От боевых машин пехоты до танков. Как, например, сегодня. Противник себя ведет немного нагло. Четыре начала пятого танк работал. Насколько плотно работал? Достаточно. Наши военные рассказывают, боевики используют следующую тактику. Дожидаются, когда наблюдатели ОБСЕ уезжают, и только тогда открывают шквальный огонь. До пятнадцати, как ОБСЕ, ну, уезжают с позиции зелень. Так они начинают, ну, интенсивно, интенсивно, но, працювать. Потім вечернюю годину, ну, то есть, десь до ноля, ну, они, ну, это делают каждый день. Потім так, на ранку, на рассвете, так, десь, півпятого, ну, так, четвертый ранку. Ну, это у них, как закономерно, но происходит, ну, с добрым утром. Поэтому после трех дня тут стараются от блиндажей и окопов далеко не отходить. Руслан Смещук, Даниэль Косаковский, Евгений Малярчук. Подробности телеканал Интер.